Девушки отдыхают Считалось, что они были непревзойденными мастерами воинских искусств, и также считалось, что изредка они делились своими знаниями с людьми, и те становились непобедимыми воинами. Мы не знаем, посещают ли демоны Тенгу это место, но то, что герой нашего сегодняшнего фильма, обладатель пятого дана Акинава Годзюрю карате, личный ученик легендарного сенсей Морио Хигаона Богдан Курилко, назвал свой клуб боевых искусств именно этим словом, это факт. Итак, добро пожаловать в клуб Тенгу, в Хигаона Додзю и Рай Сай Масе. Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Весь процесс обучения строго регламентирован Даже разминка дзюнди-ундо проходит так, как разминались в додзю на Акинаве и 50 и 80 лет назад Карате я начал увлекаться очень рано, я там с 14 лет тренировался Сначала, когда это было возможно, соответственно, в открытых секциях, потом когда запрет по разным, так сказать, пыльным подвалам Но чем-то я постоянно занимался И товарищ мне аж в 1989, по-моему, году дарит кассету ВХС Как сейчас я уже понимаю, с фильмом BBC The Way of Warrior По-священному, собственно, и тогда еще молодому морю Хигаона, где он, так сказать, рассказывает на английском языке Который я тогда еще не знал Сейчас я, слава Богу, больше меня не говорю А тогда для меня это был чуждый мне язык Вот Но Меня поразила картинка Я в этом фильме увидел все то, что я искал в боевых искусствах То есть сочетание невероятной пластичности с совершенно потрясающим и мощным взрывом То есть с силой, которая проявлялась совершенно естественно Понадобилось несколько лет Тогда еще в Москве и, собственно, в Советском Союзе не было никакого выделю кроты Вернее, как теперь уже я знаю, оно какое-то было, но я тогда найти его не смог И, собственно, в 93-м году Хигаон-сенсей приезжает в Россию уже с первыми семинарами А я начал заниматься с 94-го года В Богдан Курилко входит весьма ограниченный круг каратистов Кому посчастливилось стать учеником реального, а не виртуального окинавского наставника Более того, Богдан стал не просто учеником Он стал личным учеником у Чи Дэши легендарного сенсея Морио Хигаоны Я могу сказать, что это человек, который, ну, скажем так, оказал на мою жизнь, наверное, не меньшее влияние, чем мои родители И это на полном серьезе, это, опять же, не красивые слова И не только в плане обучения меня правильному карате, но он является для меня определенным, как бы, и примером, и жизненным ориентиром И я считаю, что самая главная его победа, это то, кем он является сегодня Это его самая главная победа, каким он является, каким он стал в 87 лет, особенно вот сейчас, пережив достаточно тяжелую болезнь На моих глазах этот человек восстановился фактически до прошлых кондиций, в каких-то вещах он стал даже сильнее Он не растерял оптимизма, он собладает потрясающим чувством юмора И при этом это еще и очень добрый, очень щедрый человек Важнейшим и, наверное, сложнейшим формальным комплексом в Годжюрю является кота Санчин Основатель стиля Годжюрю Чоджун Мияги говорил Для того, кто познал Санчин, нет необходимости изучать другие кота, поскольку в Санчин есть все, что нужно Этой форме и был посвящен целый трехчасовой семинар, который Богдан Курилко провел у себя в Тенгу-Доджи Во время вдоха представляйте, что у вас от солнечного сплетения до паха расположен сосуд, и вы его медленно заполняете С этих слов начался семинар, посвященный практике Санчин в Тенгу-Доджи Санчин дает то, что называется в окинавском карате Кокучи Когда мы управляем телом из единого центра Мы сначала соединяем тело в этом центре, то есть мы его делаем целым Мы его как бы стягиваем к танден, и потом из танден этим телом управляем Фактически это позволяет решать все поставленные задачи Существуют распространенные заблуждения, что Санчин это только дыхательная карта Богдан же преподает эту форму без отрыва от техник реального боя Но для того, чтобы вести поединок, необходимо сначала правильно выстроить свое тело Во время отработки Санчин проделывается огромная внутренняя работа с мышцами и сухожилиями Которая не видна непосвященному человеку и которую объяснить может только знающий наставник Я вот сейчас скажу вещь для многих новую, может быть парадоксальную Потому что в Санчине Санчин не делается напряженным Санчин делается телом, которое находится под тотальным контролем Но Санчин не делается на напряженных мышцах Вообще цель Сначала да, мы начинаем делать Санчин на мышцах А потом мы должны уйти на связки И вот когда человек делает Санчин на высоком уровне А это возможно только под руководством учителя Он делает Санчин на связках и сухожилиях Он в принципе-то не устает в Санчин Нанести хлесткий, довольно легкий, но в то же время мощный удар Лишить возможности противника перейти в контратаку Это тоже Санчин Возможность проводить блок и удар одновременно, используя сразу обе руки Это тоже Санчин Освобождение от плотного захвата Проведение болевого воздействия на кисть противника Это тоже Санчин Выражение Санчин Го Си буквально означает найти Санчин То есть в любом движении, будь то атака или защита Необходимо создавать структуру Санчин В этом, пожалуй, и есть главная сложность И главный секрет этой древней формы При ежедневной практике Санчин начинает работать с телом человека Через два-три года начинает работать То есть появляются чувства, появляются определенные кондиции И, в принципе, вот на этом этапе человеку уже можно объяснять, как это все реализуется А вот способы, методы и варианты реализации принципов Санчин Их, конечно, бесконечное множество Закалка или набивка всего тела является важнейшим этапом на пути изучения окинавского карате Превратить свое тело в камень, а руки и ноги в оружие Пожалуй, эта формула проявляется в Годзюрю так ярко, как нигде более И это тоже традиция, которая уходит корнями вглубь веков В старые школы китайского Цуаньфа В доджо сенсее Богдана Курилко Закалке уделяется особое внимание И это не просто бездумное околачивание конечностей Это строгая и продуманная система Кстати, очень интересно, что то, как переводится название упражнений Которые мы традиционно называем набивкой в окинавском каратензе Это переводится как подготовка Вот немножко другой смысл Потому что мы готовим тело Причем готовим со всех сторон Во-первых, любые упражнения на набивку Это в первую очередь техника Потому что мы работаем с укоренением Мы работаем с тандем Мы работаем с правильной работой тела То есть, чтобы правильно набиваться Нужно правильно структурироваться Нужно собрать свое тело в центре Нужно, чтобы оно, так сказать, было правильно, скажем так, стянуто к этому центру Вечерняя тренировка в тенгу-доджу После практики кихон и набивки очередь ката Гекисайдай-ичи – форма, разработанная основателем стиля Чоджуном Мияки Эта ката считается начальной в классификации Годжу-рю Однако простая с виду форма изучается и новичками, и черными поясами С каждым годом занятий ее содержание открывается совершенно по-новому То есть вы зафиксировали руки, привязали их к спине Дальше с ними ничего не может происходить, потому что они очень жестко привязаны к спине И только здесь руки меняются И вторая ошибка, ребят Понимаете, что я имею в виду? Не будет удара Вы бьете двумя руками, вы не можете ни тело вставить, ничего Вам нужно натянуть тетиву лука А для этого вы должны... Очень сильный хикитэ Тогда спина сработает Люди, которые утверждают, что ката, им как бы не нужно в подготовке карате Им просто не нужно заниматься карате Есть масса других единоборств, им просто надо... Мне кажется, они совершают ошибку, потому что они находятся не на своем месте Им нужно направить свой интерес куда-нибудь в другом направлении, где они без сомнения добьются успеха Потому что ката, это есть карате, на мой взгляд И вот если посмотреть, как я учу своих учеников Да, у нас очень много парней работают Очень много Они работают по лапам, они работают по мешкам Они работают... отрабатывают как бы определенные техники Они спаррингуют, они делают различные спарринговые упражнения Но все это происходит вокруг принципов работы тела, зажитых в ката То есть основа ката И все, что мы делаем, крутится вокруг ката Бункай Расшифровка техник, заложенных в ката Это поистине бездонное море Новички видят в той или иной форме лишь то, что схватывает невооруженный глаз Наставник же методично и скрупулезно Шаг за шагом объясняет ученикам Не только очевидное, но и скрытое содержание ката От простого к сложному Ката похожа на лабиринт, стены которого увешаны оружием И чем дальше углубляешься, тем все сложнее и изощреннее это оружие становится Гудзирю позволяет мне через призму школы познавать себя Причем это не просто красивые слова На полном серьезе познавать Как с точки зрения своих физических возможностей Так и с точки зрения каких-то вещей, которые меняют меня как личность А любая традиционная серьезная школа меняет человека Она его, я бы даже сказал, перепрограммирует под свои цели и задачи И эти цели и задачи меня вполне устраивают Поэтому процесс изменения себя Ну, скажем, процесс самосовершенствования Он практически бесконечный Поэтому я не собираюсь уходить из школы Потому что я каждый день вижу эти изменения Я понимаю, что в тот момент, когда я решу уйти Я лишу себя еще длинной-длинной дороги впереди Потому что эти изменения происходят каждый день Ката Шисочин считается формой, копирующей бой журавля Руки-крылья, устойчивые выстроенные позиции Все это позволяет не отскакивать от соперника А создавать для него неудобные положения И внезапно контратаковать Богдан Курилко разбирает ката без отрыва от поединка Одно дело демонстрировать форму на воздух Не задумываясь о том, работают эти техники в бою или нет И совсем другое Перекладывать ката на реальный бой Где есть прямая опасность Получить от противника удар кулаком в ухо Или ногой в пах Многие движения в ката вообще непонятны Непосвященному человеку И кажутся простым сотрясением воздуха Хотя на самом деле являются реальными И весьма опасными боевыми приемами Как всякая старая правильная система А Гудзюрю это старая правильная система Несмотря на то, что сам по себе стиль не такой уж старый Но у него очень старые истоки И как всякая такая системная вещь Очень глубокая, очень правильная Она, во-первых, бесконечна в познании Но ровно потому, что это очень живая вещь Каждая ката несет в себе совершенно определенную стратегию И тактику поединка Вот если взять, например, такой ката Гудзюрю, как Сайфа То это очень подвижный боец Который очень хорошо чувствует свой центр тяжести Очень хорошо чувствует баланс Очень хорошо двигается Быстрый, хлесткий Если говорить про ката Сьюнчин То это человек, который умеет, скажем Ну, грубо говоря, хорошо бороться Если сказать про ката Сансейру То это человек, который хорошо умеет сочетать Движения и комбинации с ударами руками и ногами И так далее То есть, проще говоря Ведь раньше на Окинаве еще был один принцип То есть, в принципе, все ката давали только тому ученику Который собирался стать преемником школы А тому, кто хотел научиться бою Ему достаточно было Санчин Как структуру образующая ката И еще одно ката Причем эта ката выбиралась исходя из его, так сказать Ну, тактико-технических характеристик То есть, если он невысокий, худой и подвижный То ему подходит Сайфа Если он такой тяжелый, мощный, укорененный То ему подходит Сайюнчин Это было очень логично Сайфа 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 Ты более трех десятков лет уже идешь по этому пути Как ты сам считаешь, какое самое важное и самое значимое приобретение Ты обрел за эти годы Ну, это далеко не легкий вопрос Ну, скажем так Ну, во-первых, это мое карате Причем, наверное, нельзя говорить, что это приобретение То есть, мне показали дорогу Я по ней иду, и я счастлив Но самое важное и самое ценное приобретение Мое в жизни за эти 30 с лишним лет Это я сам сегодня Потому что я бы не был тем, кем я являюсь без этих 30 лет Я был бы другим Я не знаю, каким, но я подозреваю, что хуже Закончилась очередная вечерняя тренировка в Тенгу-Додж На протяжении двух дней мы снимали занятия в этом зале Наблюдали за сенсеем Богданом Курилко и его учениками И все эти два дня нас не покидало ощущение Реального прикосновения к старинному, традиционному боевому искусству Не переиначенному на современный лад новоделу Не основанный на каких-то весьма сомнительных умозаключениях Якобы авторской системе А к учению, которое складывалось веками Отшлифовалось и проверялось опытом десятков выдающихся мастеров И дошло до наших дней практически в неизменном виде Благодаря усердию и трудолюбию Именно таких людей, как Богдан Курилко Которые бережно и преданно перенимают эти сокровенные знания От своих наставников и передают уже своим ученикам Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова